Асса! Рецепт сациви, как я выяснил, имеет более полутора десятков разновидностей, однако основная схема приготовления и набор продуктов более или менее постоянны. Есть варианты соуса из фундука, например, но классический вариант предполагает все-таки грецкие орехи. Их можно предварительно слегка поджарить, тогда кожица легко очистится, а потом придется перемолоть, ну, проще всего воспользоваться мясорубкой или кухонным комбайном. Но можно и по старинке пестиком в ступке, если таковая найдется на вашей кухне. И сразу же первый секрет. Превратив орехи в кашуцу, необходимо отжать из нее через марлю хоть чуть-чуть орехового масла. Это драгоценное масло используется в самом конце. Им поливают готовое блюдо перед самой подачей. Когда орехи размолоты, высыпаны в кастрюльку или сотейник, их необходимо залить небольшим количеством бульона и дать им набухнуть. Какого бульона, спросите вы? М-м-м, это вопрос. Того самого, в котором отварен наполнитель с ациви. Он может быть грибным, рыбным, куриным или, это классический вариант, бульоном из индюшки. К бульону можно добавить пару чайных ложек винного уксуса или гранатового сока. И вот пока орехи набухают, добавляем к ним измельченную кинзу, добавляем чайную ложечку хмели-сунели, пару ложек шафрана, пару зубчиков тертого чеснока, пару толченых бутонов, гвоздики. На кончике ножа корицу, соль и красный перец. И это все надо хорошенько вымешивать. Можно даже миксером до консистенции теста для блинов. В принципе, самые нетерпеливые на этом могут остановиться соус, как говорится, перед вами. Он, в принципе, готов. Можно ставить в холодильник, часик-другой потерпеть, потом сгонять в русскую булочную за пухлым лавашом или грузинским пури, сбрызнуть его водичкой, закинуть на пять минут в духовку, потом, обжигаясь, отрывать горячие, ноздреватые ломти, руками макать их в холодный соус и есть в прикуску с сулугуни, запивая холодным белым гурджани, цинандали или вазисубани. Ай-яй-яй! А можно поступить по-другому и превратить соус в полноценную, холодную, сытную закуску с тем же точным названием. Классический сациви в Грузии делают из индюшки, но можно обойтись и жирной курицей. Итак, курицу весом примерно полтора кг заливаем двумя литрами воды, подсаливаем, ставим на сильный огонь и варим. Специи и трав добавлять не надо, прибегите их для соуса. Готовую птицу вынимаем из кастрюли, даем ей остыть. Бульон используем по назначению, то есть для соуса. А курицу просто нарезаем на куски длиной 4-5 сантиметров, удаляем все крупные кости и заливаем соусом сациви. Горячим или холодным, это не важно, попробуйте оба варианта. Затем все это перемешиваем. Ну и напоследок посыпаем сациви кинзой и отправляем в холодильник. Настаивается. Это тоже очень важно. Соус должен настояться. Перед подачей поливаем отжатым ореховым маслом. Напоминаю на всякие пожарные, что без кувшина вина и свежеподогретого в духовке хлеба за сациви садиться будет просто глупо. Ну а теперь пару слов буквально о количестве орехов, которые понадобятся. На одну курицу или половину средних размеров индюшки потребуется, ну, стакан-полтора орехов, не больше. Если вас пробьет на рыбной сациви, стакан орехов будет достаточен для 600 грамм рыбы. Рыба, понятное дело, должна быть без костей. Лучше всего подойдет филе осетрины или судака, который обжаривается на сковороде. Но рыбный бульон в этом случае тоже придется сварить. Он нужен, чтобы запарить ореховую массу. Не знаю, как у вас, а у меня уже текут слюнки. Приятного всем аппетита!